Как привлечь в школы и колледжи молодых педагогов? Ответ на этот и другие непростые вопросы предстоит искать участникам флагманского слёта. Он проходит впервые. Это часть проекта флагмана образования, который реализует президентская платформа «Россия. Страна возможностей». Флагманский слёт – это такая площадка для творчества, для инициативы. Это прекрасная возможность проявить свои способности, свои таланты, предложить что-то новаторское. И не только предложить, но и попробовать реализовать на практике, то есть внести свой реальный вклад в развитие системы образования Владимирской области. Среди участников слёта студенты вузов и колледжей со всей области. Есть и те, кто уже пробовал себя в качестве педагога. Юлия Курицына работает учителем географии. В своей школе девушка создала ботанический сад по собственному дизайн-проекту. Это на самом деле было здорово, потому что ты воплощаешь все свои безумные идеи, которые только могут у тебя возникнуть в своей голове. И это очень здорово. И, конечно, это поощряется. Да, у меня получилось. Я прям горжусь этим. То, что я вовлекла много детей по поводу именно географии. У меня много ОГС даёт по географии. И очень хорошие результаты на пробников. И мне это очень нравится. И нравится детям рассказывать о нашей стране, нравится детям рассказывать о других странах. Проект «Флагмана образования» называют социальным лифтом для студентов и талантливых педагогов. Его цель – создавать условия для профессионального роста тех, кто выбрал работу в сфере образования. Задача участников «Флагманского слёта» – при помощи опытных наставников раскрыть свой творческий потенциал. Они могут подготовить проект исследовательского кружка. Они могут придумать новую спортивную секцию. Они могут придумать какую-то программу дополнительного образования для развития школьных музеев или школьных театров. Ну и вообще, если честно, сейчас у студентов есть возможность показать себя будущим работодателем. А где я? Вот я с какими идеями приду в школу? Кому я понравлюсь? Участники слёта смогут презентовать свои проекты на этапе всероссийского конкурса «Флагманы образования». Он стартует осенью. Лучшие работы будут использованы для школ, колледжей и учреждений дополнительного образования нашего региона уже в следующем году. Оксана Любимова, Татьяна Гордеева и Татьяна Семёнова. Татьяна Гордеева.